ну и наверное последний раз раса реп буду заходить смотреть что можно поделать интересного может быть предпоследний и уже забрасывать эту игру потому что все кризисы прошли галактика вся вроде как нормально существует никаких проблем только вальк кластер можно заглянуть что там за империя такая чего них за секреты раскопок вроде никаких нет аномалий разбом разломов никаких и уже играть какую-нибудь другую научу машину например там галактика на тысячу звезд поисследовать поизучать и вроде как империи искусственного интеллекта я не ставил кризисы против ставил не помню так что не загружалась игра так сразу посмотрим покров он конечно надоел уже часто уже интересен темп исследования ничего не дали так в разломе у нас следуется разлом бездействующие лидеры это понятно командиры скача нибудь рандомная потыка куча лидеров конечно жестко вот тут если точность катапульты ставить это звездное действие выполнить только один раз где у нас катапульта это вот она мы там что-то изучали на минус на плюс семьдесят пять процентов точности ретранслятор так поразбирать корабли строительные 1 оставим эти тоже все поразбирать так то и варит опускай будет так этот разлом исследует осада рая мы приблизились к планете изобилующей пышной растительностью видно было что а ее густых лесах и зеленеющих равнинах тщательно заботились славно полусловно грандиозном саде около полуорганических городов неизвестные разумные растения возвели обширные линии укреплений сканирование звездной системы выявило что на орбите планеты повис блокадный флот из тяжело вооруженных боевых кораблей на поверхности пока нет активных военных действий но конфликт уже назревает так связаться с обитателями связаться с флотом я как-то с обитателями уже связывался и там не помню что было давай с флотом посмотрим там то ли грибы какие-то то ли растения узнаем что флот хочет эфирный дракончик эфирный дракончик так разлом дальше флагман в сопровождении на орбите идеальной планеты нас мгновенно перехватили патрульные корабли все попытки выйти с ними на связь неизменно наталкивались на молчание нас переправили к флагману тяжело вооруженному кораблю класса джаггернаут в сопровождении множества кораблей поддержки разломная сфера приземлилась в широком ангаре где подбежавший отряд солдат мгновенно взял нас под стражу бронированные панцири и острые клешни придают им некоторое сходство с определенными видами ракообразных вид марширующих нога в ногу военных устрашает однако в их выступающих из бронированных голов глазах бусинках прослеживается настороженность и ум вот я так и знал что палка о двух концах то не обязательно злодеи какие то может они там спасаются от чего то посмотрим чем это закончится так ну а наш флот какую там систему им нельзя полигар прям туда давай а то ишь спрятались ракотики употребляют так с еродайсом у нас там где то строится плед и и и и и Так, орбитальное кольцо. Восстановление порядка. Так, значит, ваши корабли снова нарушили границы системы полигар. Больше так продолжаться не может. Покиньте немедленно или пеняйте на себя. Ой, помолчите, нам здесь нравится. Наглые моноформы. Если вы не можете выполнить такое простое требование, то ваше право на транзит через данное или скопление признается недействительным. Больше мы не потерпим здесь вашего присутствия. Конец Дисаню. Как так получилось? После того, как наши силы уничтожили космический завод в системе полигар, остатки цивилизации Дисаню обратились в прах. Теперь уже ясно, что Дисаню были какой-то развитой формой жизни нанитов. Архивные компьютерные записи, обнаруженные среди обломков завода, проливают определенный свет на эту загадку. Когда-то в эльскоплении обитала цивилизация под названием Дисаню. Они создали новое поколение наномашин, которые помогали им в строительстве системы галактических врат. По неизвестной причине Дисаню отозвали этих нанитов в эльскопление и попытались их деактивировать. Когда попытка провалилась, они отключили эльбрата, оставив себя и нанитов в изоляции. На этом записи кончаются, но имеются доказательства, что впоследствии в данном скоплении бушевала титаническая борьба. Предположительно, наниты победили и по какой-то причине решили принять облик Дисаню. Они воссоздали цивилизацию Дисаню такой, какой она была в момент ее разрушения и, очевидно, были не против продолжать этот спектакль и после повторного открытия врат. Мир нанитов Но надо это исследовать. Обращение к общественности Нового Балдарака Говорит генерал Полтанак, военный губернатор Нового Балдарака. Рад сообщить, что основные боевые действия в секторе С-47Г завершены. По меньшей мере, 512 повстанцев убиты в ходе операции, начавшейся два цикла назад. Наши потери незначительны. Выражаю благодарность всем подразделениям за то, что жертвы среди гражданского населения были сведены к приемлемому минимуму. Конец сообщения. Интересно. Так, разлом. Своеобразная беседа Нас ввели в центральное помещение. К установленной здесь сложной панели управления было подключено несколько гигантских ракообразных. Их клешни, вставленные в устройство взаимодействия, двигались с невероятной точностью. С помощью низких грудных звуков экипаж управлял терминалами, оснащенными целым рядом воспринимающих кристаллов. В середине помещения стоял адмирал в видавшем виды мундире. Одна резкая отрывочная команда и подчиненные мгновенно бросились выполнять приказ. Нашего научного сотрудника бесцеремонно обездвижили и просканировали. К нашему ужасу, неизвестно откуда взявшийся зонт мгновенно пронзил его насквозь и извлек мозг. Кожа совсем не препятствие для ужасных грунурских устройств. Извлеченный орган быстро передали старшему ракообразному, который насадил его на один из кристаллов на терминале управления. Из кристаллов разнесся звонкий голос, обратившийся к нам на нашем языке. Пора говорить, кто вы. Мы исследователи. О, блядь. Убили мозг, забрали. Охренеть просто. Скромное начало. Мы представились, исследователи без другого измерения объяснили, что наша цель изучать другие вселенные и различные явления внутри них. На наши слова адмирал ответил презрительным ворчанием. Солдатам явно стало скучно. Они засуетились и заголосили громкими грубыми голосами. Значит, смотреть. Хватит смотреть. Начинать. Молить. Попытаться договориться. Не поддаваться на угрозы, конечно. Так, что у нас там? Влияние. Ну и ладно. А это что? Королева синтетиков. Не знаю, вот это вот забагалось. И... Наверное, из-за этого титан мне не дали. Так. Мы пошли на немалый риск, однако напускная храбрость оправдала себя. Грунурского генерала особенно впечатлили наши рассказы о путешествиях между вселенными на разломной сфере. Похоже, подобная демонстрация смелости и удали в грунурском обществе считается доблестью. Любые разговоры они воспринимают как соперничество, где есть победитель и проигравший. И мы, по всей видимости, набрали несколько очков в этом состязании. Некоторые солдаты даже одобрительно защелкали клешнями. В конце концов, их командир отшел от терминала, и кристаллы размеренно заговорили вновь. Отвага, да. Делать лучше. Заработать уважение. Из пола перед нами вытянулся высокий кристалл, схожий с теми, что окружали терминал управления. Начинается запуск. Приказ ждет. Ну давай, запуск. Запуск. Непонятно, что это значит. Запуск, так запуск. Так, мы ее... Так, чиновник наш умирает. Тело в космос. Помолиться. Давай запустим. Скорость изучения. Так, мы включим автоматическое изучение. Так, у кого-то поставить нового надо, да? Так, стабильность. Кто там у нас есть? Фонд указов. Давай фонд указов, пускай будет. Опять хавчика дофига. Так, кто это там вылез? Космические амебы. Так, а мы с миром нанитов вообще что можем делать? Террафармировать не можем. Цветущие поля, процветание. Пускай процветают. Пускай процветают. Так, значит мир сгорает на глазах. Грунурские корабли. Грунурские корабли приступили к бомбардировке колонии. Слабая оборона. Баул рухнула. А, это Баул, точно. Рухнула под сокрушительной огневой мощью целого флота. Грунурские бригады высадились на поверхности. Планета запылала. Огнеметчики безжалостно и пугающе быстро выжигали местное население. Карканье адмирала смягчилось. Победа растопила его сердце. Видеть да, сжигать да. Теперь понимать. Нам на осмотр принесли огнеметы, которыми вооружились грунурские десантники. Сжигать дотла, брать, вызывать страх. Теперь можно создавать новые наступательные армии. Штурмовики и огнеметчики. Понятно. Так вот разлом и изучили. Покров. Сжигать дотла, брать, вызывать страх. Так, реликвия. Что поактивировать такое интересное? Рубрикатор. Артефакты дает. Топограф. Счастье, стабильность. Так, спиритуализм. Во, вот это вот, точность катапульта. 75%. Ну давай, вот это брать. Кристалл времени. Старатель, наблюдательность. Падение в пропасть. Так, показания исходят от маленького металлического контейнера, который, как считается, считает ведущий ученый вырос в винту, является древней спасательной капсулой инопланетного происхождения. Очевидно, капсула оказалась на краю гравитационного колосса черной дыры многие столетия назад, двигаясь почти под углом, характерным для резкого рывка. Трудно судить, было ли это намеренным или случайным, и с тех пор автоматизированные двигатели противодействуют падению капсулы в горизонт событий. Теперь ее спасти уже невозможно, так как она слишком близка к горизонту. Доклад, который делает Виннес-Инту, резко прерывается. Экипаж корабля Реп Галлатор Охотник-5 сообщает, что трагическая ошибка спасательной капсулы, похоже, потрясла и глубоко взволновала ученого. Охотник-5 сообщает, что трагическая ошибка спасательной капсулы. Заблудшая амеба Так, корабль определил источник движения в верхних слоях атмосферы планеты Фуахири-4. Как это неудивительно, в облаках скрывался не корабль, а довольно молодая космическая амеба. Причем ее матери нигде не было видно. Нет никакой возможности узнать, каким образом эта молодая особь отделилась от матери или других представителей своего вида. Но ясно одно, она, похоже, привязалась к кораблю Реп Галлатор Охотник-5. После завершения изучения планеты Фуахири-4, экипаж корабля обнаружил, что амеба следует за ними. Оказалось, что оторваться от нее сложно, и наша ведущая ученая очень оценила такую решимость молодого создания. Вынос Инту считает, что нужно позволить юной особи следовать за кораблем, уверяя, что так мы сможем больше узнать о космических амебах. Ну, вскрытие не надо, пускай следует. Изучаем аномалию. Вверх — это низ. Корабль Галлатор пролетал сквозь пояс астероидов на пути к планете М4-12. Он испытал, как нам докладывает ведущий ученый Вынос Инту, несколько внезапных гравитационных смещений. Из любопытства Вынос Инту решила отправить несколько зондов, чтобы просканировать мусорное поле и определить причину. Выяснилось, что в случившемся виноваты древние генераторы гравитации инопланетного происхождения. Их источники энергии на последнем издыхании, но в связи с инвертированной полярностью, они продолжают время от времени создавать обратную гравитацию в ближайшем космическом вакууме. Хотя их силы недостаточно для того, чтобы нанести какой-либо серьезный вред, уже недостаточно. Ведущая ученая Вынос Инту выдвинула теорию, что когда-то эти генераторы обеспечивали искусственную гравитацию для большого астероида в поясе. Но из-за какой-то поломки его в конце концов разорвало на части. Что у них там в системе полигарх? Нитовые вот эти нельзя заселить, да, я так понял. Вообще никак. Жалко. Только на ниты добывать. Пузырек пускай будет. Так, обращение. Обращение к общественности Нового Балдарака, говорит генерал Алтанак, военный губернатор Нового Балдарака. Хочу высказаться по поводу неподтвержденных донесений о том, что повстанцы якобы возобновили деятельность на этой планете. Говорю вам, что это абсолютная неправда. Мир на планете был полностью восстановлен. Все подпольные террористические элементы уничтожены. Граждане Нового Балдарака снова принадлежат к великой датнакской расе. Конец сообщения. Интересно. А, да изучает систему. Нифига там минералов сколько. А, это из-за дуговой печки. Так, флот первый. Посмотрим, что у нас там на кораблях. А, это титан. Псионический щит. Прыжковый пси-двигатель. Прыжковый пси-двигатель. Продолжение следует... 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 Может они сюда пришли? Спрятались сюда? Не знаю, короче.